Привет всем, это вторая часть армии. Если вы сюда пришли случайно, так вы должны идти на линк вниз и смотреть первую часть. Если вы пришли с первого линка, продолжайте смотреть. Итак, в этом видео я продолжу вам рассказать про армию и расскажу вам, что такое Теонут, что там делают, что делают после этого и что я делала в армии. Теонут это первый период солдата в армии. У меня это время длилось два месяца. Мы учились стрелять из М-16. Есть всякие такие уроки, что проводят, чтобы мы знали, что такое армия, что она из себя представляет. Очень важно мы учили пунктуальность, потому что иногда командир может говорить вам, сделайте так, и так, и так за 17 секунд. Вы должны за 17 секунд это сделать. И есть такое, что, допустим, одеться, у вас есть на это 7 минут. Что еще делаем в Теонут? Мы поднимаемся на машину такую и следим там, сохраняем всю базу. Мы с нашим пистолетом, ну, ружьем М-16. Мы стоим ночью. Мне было очень холодно, я помню, нельзя взять телефон с собой, не хочу спать. Я 18-летний. Не училась в школе уже полгода, и потом меня забрали в армию. А в эти полгода я ничего не делала. Я могла спать сколько хочу, даже 12 часов в день. Вдруг в армии мне можно спать только 5 часов в день, и все. И всегда, когда мы сидим на уроках, я такая... Эдин, ты засыпаешь? Джимис 15 раз. Но это было весело, и... Ну, мне это не было так весело, потому что в то время я не могла совсем говорить с моим парнем, потому что он тоже проходил этот же тирону, только у него это было 8 месяцев. А у меня было 2 месяца. Но все равно нам нельзя было говорить по телефону. Мы были без телефона, да? Все время были без телефона. Но иногда наш командир говорил, у вас есть 15 минут позвонить там маме или что-нибудь такое. Или у вас там есть час отдохнуть, идите, делайте, что хотите. И мы звонили. Но когда у меня есть час отдохнуть, или 15 минут, то мой парень не отдыхает в это время, и телефон не на нем. И мы не могли говорить. И мне было это так трудно. И ночью нам нельзя говорить по телефону, когда закрывают свет. Но я все равно спала с моим телефоном и ружьем, потому что вы должны спать со своим ружьем, чтобы его не украли. Потому что если украли ружье, ты идешь в тюрьму армейскую. Я спала с этим телефоном и ждала, пока мой парень мне позвонит. И когда он мне звонил, я укрывалась одеялом и говорила с ним шепотом, шепотом, чтобы никто это не услышал, потому что это делать было нельзя. В общем, в романтическом плане это было очень трудно. Но в другом плане я узнала много подруг новых. И нам было очень весело. Мы были весь день вместе. И новые вещи, которые мы раньше не знали. Нам было очень классно. Но только еда там была паршивая. Мы были дома раз в неделю. Иногда раз в две недели мы выезжали домой. Все приносили из дома сладости, всякие чипсы и все такое. Но я в то время не любила это. И да и сегодня я не так уж люблю это. И я ничего не приносила из дома. И я ничего не кушала. Все в армии толстеют. Это два года. Ты заходишь туда худенькая, ты знаешь, что ты выйдешь оттуда с такой задницей. Но у меня все было наоборот, потому что я не любила всякие эти сладости. И эту паршивую еду я тоже не ела. Так что я очень-очень-очень похудела. За всю мою армию и за Терунут вообще. Итак, закончился Терунут. Что мы делаем? Мы делаем что-то, что называется клятва стране. Мы клянемся Танаху. Танаха это наша... Как ваша Библия, так у нас это Танах. Так, клянемся Танаху с Танахом и нашим рождем. И вот эта церемония, она очень трогательная. И, конечно же, у бойцов эта церемония намного-намного-намного трогательнее. Потому что у бойцов перед этой церемонией им делают что-то... Окей, я все-таки пропустила. Когда мы приходим в армию и получаем нашу форму... Знаете, что у нас есть шапочки такие? Нет, здесь. Здесь она сидит. Думаю. Или здесь. Я себе уже не помню. Мы получаем это по цвету формы. Зеленая такая. После Тирунут нам выдают эту шапочку тем цветом, в которую часть мы идем. Потому что у каждой части в армии есть другой цвет этой шапочки. Кумты. Когда бойцы заканчивают свой Тирунут, это может быть очень много месяцев, то перед тем, как делать им церемонию клятвы, берут на такой поход, который длится, может быть, 90 километров, смотря кто, смотря кто. Знаю, что голани так делают. Но это неважно, эти имена вам ничего не скажут. Так и так, я думаю. А, еще что я вам забыла сказать, что мы делаем в Тирунут, мы учим Кравмага. Я думаю, что вы знаете, что такое Кравмага. Так что, забыла это сказать. И вот, после этого похода 90 километров, они идут, все такие потные, счастливые, все такое, жарой, да, израильской жарой. Попробуйте пойти 90 километров. Когда они приходят на эту церемонию, это все семьи ждут их, и подружки, и все такое ждут их. И они получают свою шапочку ихнего цвета. И это очень гордый такой день, гордая церемония. И я знаю, что парашютисты, парашютисты делают эту церемонию на стене плача. И это так символично, и это так трогательно, что вы просто не можете мне поверить. И теперь вернемся ко мне. Я закончила свой тиронут, я поклялась стране. И что, теперь меня перевели на курс. Мой курс длился 5 месяцев, и мы делали его в базе, на базе, которая называется Техни, в Хайфе. Вы знаете, что, вы знаете, но в армии в Израильской есть военные воздушные силы, земные силы, земные силы. Это зеленые солдатики, воздушные силы, они в бежевом таком, с серыми шапочками, а морские силы, они тоже в светлом таком, и у них шапочки синие, темные, как море. На ту базу, к которой мы пришли, я была зеленая, да, я была земная сила, а база была воздушная. И воздушная сила у нас, у нее такой монетин, очень высокий, и там всегда все намного лучше, и намного больше денег там есть у них, и поэтому у них очень базы такие красивые, потому что, вы знаете, летчики, что престижнее, чем летчик. И там на базе была очень вкусная, ну, сейчас я говорю очень, раньше, я думала, что это очень вкусная, когда была в армии, и там была паршивая еда, то в воздушной сирии были очень вкусные обеды, и там еще был у нас бассейн открытый, и было у нас кино, мы ходили в кино. Этот курс для сатаг, с 8 утра до 5 мы учились. Что мы учили? Физику, всякие технические такие вещи. И после пяти у нас было свободное время, мы должны были идти спать где-то в 11 часов ночи. До 11 мы могли делать все, что хотим, и мы ходили в кино, мы ходили в бассейн, мы кушали, мы просто сидели в кафетере, это было очень классно. Но когда я поняла, что я ненавижу все, что касается математики, физики, и вся эта техника, это не для меня, то мне было очень плохо. Теперь я вам расскажу что-то, что мне нельзя вам рассказывать, но мы хорошие друзья, так что я вам расскажу. Что делает солдат в армии, когда он не хочет там быть? Не в армии, а там, где он есть, он не хочет там быть. Но я хочу вам сказать, что в боевых войсках они очень такие хотят, и хотят, и хотят, и хотят, и хотят, и так что они не делают такие вещи. Но если вдруг кто-то хочет уйти домой или что-то, то он должен идти к врачу. И этот врач должен сказать ему, что он больной, и он должен идти домой. Что мы делали? Мы брали эту пленку от сигарет. Знаете, просто такая пленка, которая укутывает эти сигареты. Ставили туда жвачку и жевали на один зуб. И когда мы живем, это занят зуб, то есть зуб становится теплее. И когда мы приходим к врачу, он говорит, что такое? Я плохо чувствую. Давай посмотрим. Ставит нам градусник в рот. Мы этот градусник так делаем к зубу. И у нас появляется температура. Это то, что мы делали. Знаю, что сейчас все изменилось, и некоторые вещи нельзя уже делать в армии. Я знаю, что я делала это только один раз в моей жизни, когда я была в армии, только один раз, когда я хотела уйти из этой базы. Когда я пошла на мою базу, когда там служила, я была очень хорошая солдатка, я не делала таких вещей. Но я просто не могла вынести эту базу. Потому что я не хотела заниматься чем-то, что я не хочу, что я не люблю. Я не люблю технику. Это не я. Я хотела оттуда выйти. Но ты не можешь пойти в армию и сказать, я не люблю это, вынеси меня отсюда. Это так не работает. Так что мне приходилось идти просто домой и ждать, пока они меня оттуда выкинут. Итак, каждые три дня я ходила и вытаскивала болезнь от моего врача. Ну, не моего врача, а армейского врача. Иногда я не должна была ему говорить ложь. Иногда я просто его объясняла, что у меня ментальное здоровье будет плохо, если я поеду туда, и это очень хорошо. Пожалуйста, оставь меня дома. И он меня оставлял дома. Есть такие врачи, но есть и врачи другие. Так что мне было всё классно в армии. Через месяц, когда я была дома, мне позвонила моя офицерша и сказала мне, идём сюда. Я хочу тебя отправить домой. Я сказала, я как тебя люблю, я тебя так люблю, спасибо тебе большое. Я пошла туда, забрала все свои вещи, попросила со своими любимыми подружками. И меня отслали на ещё одно интервью, там, где мне дали новую профессию. И эту профессию я занималась почти два года, потому что когда я закончила этот курс, вылетела из этого курса, я уже была 7 месяцев в армии. Я пошла на другую профессию, эта профессия была... Я не буду вам переводить это дословно, но я вам скажу, что мы делали. Есть солдаты, которые заканчивают армию, и они работают как резерв солдаты, да. Их зовут, когда есть, допустим, война или что-то особое. И кроме войн, конечно же, они не должны расслабляться весь год, так что раз в году у них есть там месяц или две недели, что они приходят и делают всякие разминки, всякие обучения и профилактики. И что я делаю? Я их иду встречать, я звоню им, чтобы они приехали на эти профилактики, шлю им письма, встречаю их, отвечаю на их проблемы, если у них есть проблемы, если только что они родили, и его жена родила, если мама у них болеет, или, может быть, они студенты, и они могут приехать на профилактику, я всё это помогаю. Это была моя профессия в армии. И мне это очень нравилось, потому что я делала это только год. Когда ты делаешь два года, я думаю, что это очень скучно. Но я делала это год, потому что так у меня получилось. Это очень классно, потому что ты не всегда сидишь в офисе. Ты сидишь в офисе, допустим, и сегодня есть разминка у такой и такой части. И ты знаешь, что ты должна поехать в Аждон и встретить их. Потом, перед тем, как я должна была освободиться от армии, есть курс, который называется «Курс натив». И этот «Курс» делают люди, которые должны обращаться в еврейство, которые, допустим, не являются евреями и хотят стать евреями. Так что это стоит деньги, я думаю, когда ты делаешь это не в армии. Но армия даёт тебе такой шанс. Армия вообще тебе очень помогает в жизни. Она тебе даёт шанс закончить школу как надо, делать все экзамены, которые ты не сделал, для аттестата зрелости, и она может помочь тебе. Если, допустим, у тебя дома плохо, допустим, и у тебя нет стиральной машины или холодильника, или у тебя нет достаточной еды, то армия тебе во всём этом поможет. Тебе только надо обратиться за помощью этой. И вот этот курс натив, он для таких людей, которые не евреи и хотят стать евреями, или для таких людей, которые они евреи, он находится в стране меньше 10 лет. Я родилась евреем, но в Израиле была 10 лет, точно 10 лет, когда была в армии. И это уже поздно для этого курса. Она очень просила пойти в этот курс, потому что я слышала, что это самый чудесный курс на свете. И мне разрешили туда идти, и я пошла, и была там 2 месяца, и эти 2 месяца мы делали в Иерусалиме. И в Иерусалиме мы не выходили каждый день домой. Мы там были целую неделю, потом выходили домой по пятницам, или по четвергам, извиняюсь. И это было как... Это было как школа такая классная. Там мы учились с 8 до 5 тоже. Мы учили историю Израиля, и всякие такие вещи о еврействе, и всякие интересные вещи о философии. И после пяти мы были с друзьями, которые мы никогда не видели. И нам было очень классно. В моем классе были люди со всего мира. Они были из Марокко, Оргой, Перу, Аргентина, не знаю, отовсюду, из Америки даже. Было очень-очень много личностей, и это было очень интересно общаться с такими людьми. Я их никогда в жизни не видела, не слышала о них. И мы были очень хорошими друзьями. И еще в этот курс пошла моя хорошая подружка. Она была тоже... Она была из Аргентины, и она была из моей базы в Берешеве. Так что мы пришли вместе на этот курс. Это просто было как рай для нас. И раз в неделю мы выходили на экскурсию по Израилю. Это был такой курс, чтобы ознакомить его больше с Израилем, если ты не знаком. Потому что если ты 10 лет в стране, меньше 10 лет в стране, то ты пропустил всякие вещи, что дети учили в школе. И гуляли. Потому что в школе у нас весь год делают экскурсию по всей стране. И все такое. И если ты не еврей, то тебе тоже это интересно очень. Так что это был очень хороший курс. Два месяца мы там провели. И когда я вернулась на мою базу обратно, в Берешеву, мне оставалось где-то два месяца служить в армии. И есть что-то, что называется отдых перед тем, как ты выходишь из армии. Когда ты в армии, у тебя в году есть взять неделю отдыха или что-то такое, я думаю, неделя отдыха ты можешь взять. Ты можешь взять тот день, тот день, тот день и так расправиться с этой неделью. Или один раз взять всю неделю и отдыхать. Так что я была очень старшая в моей базе, потому что, если вы подумаете об этом, когда я пошла на курс, с теми, кто были самые старшие в моей базе, мы пошли вместе на курс. Они были ноль месяцев в армии, а я была семь месяцев в армии. Так что, когда они были самые старшие на моей базе, потому что все остальные уже вышли из армии, то я была даже старше их. И все делали мне респект. И я могла делать все, что хочу. И это был полный кайф. Я делала все, что хотела. Я была сам офицер свой. И, в общем, все, что хотела, делала. И в конце концов у меня оставался целый месяц отдыхать перед тем, как я освобождаюсь от армии. То есть, последний день в армии это я выхожу, отдыхаю месяц, а потом через этот месяц я прихожу на ту базу. На ту базу, куда мне... где меня получили, и я даю все, что мне есть. Форму, карточку, все. Но то, что случилось, это то, что было у нас о ферте цука. Это называется литой свинец, операция литой свинец. И это было последний месяц, когда я служила в армии. И тогда кидали бомбы на Берешеву и вообще на весь израиль. Так что мои лучшие друзья и мой парень, когда мы уже не были вместе, и все они пошли в газу, в сектор газу. И это было очень страшно для меня, потому что я боялась, очень боялась потерять своих друзей. И... я не могла взять свой отпуск. И я даже не хотела взять этот отпуск, потому что я хотела служить в эти последние дни, когда мне... когда страна должна была это от меня. Я вам не сказала, но я служила в Пикуда Ореф. Пикуда Ореф это командование тыла Израиля. И это значит, что мы защищаем гражданское население. И то, что мы должны были делать, и когда падают бомбы на Израиль, это наша работа. Защитить. Защитить. Это. То есть, эти сирены, это мы, и все такое, и вот эти вот штучки, что мы делаем, что мы ставили на нос, когда нас бомбили, когда я была очень маленькая, но я не была в Израиле, то противогазы, да, это тоже мы. Так что я думаю, что в последний месяц моей армии я сделала больше, чем за все эти два года. На базе у нас не было убежища. Это вообще был такой старый-старый дом, который должен был быть разрушен уже давно. его не разрушили и поставили нас туда. Не знаю, я думаю, что там были крысы, и мы всегда думали, что есть ответила под паркетом нашей базы, потому что когда мы там спали, мы каждый день уходили домой, но мы спали там раз в неделю и раз в уикенд, окей? Четыре девочки каждый раз оставались спать. Я надеюсь, что вы поняли мою нерусскую речь. И четыре девочки, которые остаются в армии, одни, на базе, с ружьем, должны защищать всю страну, ну не всю страну, а весь юг страны, потому что мы должны сидеть и слышать, чтобы телефон не звонил и сказал мне тревога, тревога. Когда звонит телефон, я отвечаю, говорит мне, тревога, тревога, мне надо поднять на ноги всех резервов в солдатах и принести их на базу, окей? Это была наша цель, когда мы оставались там спать. И это было страшно, да безумие, мы не боялись, мы не боялись тревоги, мы боялись привидений, потому что мы слышали всякие разные шумы и, не знаю, и еды у нас там не было хорошей, так что, ну не важно, и все, я думаю, что я вам рассказала все о своей службе, я надеюсь, что вам понравилось, что вы что-нибудь поняли из этого, и что я могу еще вам сказать, что девочки в армии должны ходить себя с хвостиком, нельзя ходить без хвостика, если только у тебя такие очень короткие волосы, и ты можешь ходить без хвостика, тебе нельзя красный цвет или черный, тебе можно только светло-розовый, прозрачный, я думаю, что сейчас что-то изменилось, но так было в моей, когда я служила, что еще нельзя делать, нельзя делать татуировки, потому что я говорила в другом видео о моих татуировках, что когда ты в армии, то твое тело принадлежит армии, тебе нельзя его и тебе нельзя ничего с ними делать, допустим, есть люди, которые ставят картошку на всю ногу и идут так спать, а потом этот амелан, крахмал, он засосывает ваши кости, и вы можете делать так, и поломать эту ногу, и уйти из армии, и так делают бешеные люди, да, то тебя могут поставить в тюрьму за это, потому что ты сломал ногу, это не твоя нога, это нога армии, так что осторожно с этой ногой, и вот и все, я не знаю, я думаю, что я вам все рассказала, я боюсь, что я слишком долго это делала, и я надеюсь, что вам понравилось, спасибо большое за просмотр, ставьте мне палец вверх, если вам это понравилось, я хочу вас убедить, что мне это было так тяжело, это было очень-очень-очень сильно тяжело, самое тяжелое видео, что я когда-нибудь снимала, и все, я надеюсь, что вы оцените это, спасибо и пока!